Мир Дэнди Магазин FishBot. Надувные моторные лодки, лодочные моторы, новые ЭБУ, эхолоты, навигаторы и другое оснащение для рыбаков и охотников. В магазине FishBot. Улица Богдана Хмельницкого, 33. Телефон 4197-42. Привет! В эфире игровые новости с последними новостями компьютерного мира. Ровно неделю назад, наконец-то, свершилось событие века. Вышла игра, которую ждал целый мир, долгих полтора года. Я думаю, вы уже догадались, о какой игре идёт речь. Итак, Final Fantasy IX. Конечно же, изюминка всех серий Fantasy — это компьютерные застатки. Не подкачала Square и на этот раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но это всё нереальная компьютерная графика. Сама же игра выглядит следующим образом. По-моему, очень неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, игра вышла только в Японии. Английской версии придётся ждать аж до октября. Напоследок, посмотрите начальную заставку Final Fantasy IX и оставайтесь с нами. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Каждое воскресенье в 10.30 на телеканале Премьер вы смотрите компьютерно-развлекательную программу Мир Дэнди. Новости, новинки, секреты, новые игры и многое-многое другое, связанное с компьютерными играми. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим Мир Дэнди. Ну что, вы уже дрожите от нетерпения в предчувствии игры, про которую мы вам сегодня расскажем? Умерьте свой пыл и не напрягайте мозги, они вам ещё пригодятся. Но не для сегодняшней игры. Ведь сейчас речь пойдёт о жанре, который в простонародье принято называть домоподобной. Игре с очень простым названием Armory Project SWRM. Ну что, поиграем? Итак, что же у нас здесь? Домоподобная игра с оригинальным названием. Что ж, рассмотрим поближе данный продукт. Тем более, что игр подобного жанра на Sony не так уж и много. Представьте себе недалёкое будущее. Какая-то злобная раса инопланетян исчерпала все ресурсы на своей планете. И поэтому начинается захват земли с целью её колонизации. И что же, люди спокойно на это смотрят? Нет. Человечество создаёт специальную команду пехотинцев, призванную расстроить планы вооружённых сил противника. И угадайте, кто стоит в главе этого отряда? Конечно, мы. Господи, ну сколько раз мы спасали старушку землю? И что? Нам даже орден не дали. Только поздравляем, спасибо, что поиграли. Ладно, успокойся. Жуки уже высадились на планету. Нужно быстрее действовать. Действовать? А-а-а! Пластырь наперевеса с криком за Родину мочит всё, что шевелится. Ведь это всё, что умеет пехота. А вот в этом ты не прав. Ещё они умеют ползать по лестницам, плавать под водой, нажимать на разные кнопочки и кататься на разных средствах. Вот. Обалдеть. А я и не знал. А под разными средствами подразумеваются качели? Да нет, ты что. Это же крутые ребята. Они кого хочешь в капусту порубят и даже не поморчатся. А ты бы видел, сколько у них оружия. Стой. Позволь мне самому догадаться. Это различные там пулемёты, лазеры, гранатомёты, мины и... пожалуй, что-то из-за планетного оружия. Правильно. Ну, а как ты угадал? Хм, а у меня так предвизненья. Ну ладно, продолжай. В начале игры вы можете выбрать одного из двух персонажей или же подходить к игру вдвоём с другом. Да. Насколько становится спокойнее, когда знаешь, что тебя всегда прикрывает израненный товарищ, которого ты только что, прям перед носом, собрал аптечку, а 15 минут назад ты порвал его без матча со счётом 20-0. Да. Верит, рук. Твоя спина под надёжным прикрытием. Нет. Давайте оставим эти междусомные распри и объединим свои усилия перед проблемой тотального уничтожения человечества. Ага. Возьмём руку по пушке и пойдём постреляем в разных танзучков, паучков и прочих существ из ночных кошмаров больных программистов, осмотревшихся перед сном звёздный десант. Ну вот опять подошла пора познакомить вас, дорогие телезрители, с сильнейшими мира всего. Или, другими словами говоря, узнать, что же больше всего ценится геймерами нашей планеты, на какие игры они предпочитают тратить всё своё свободное время и какой жанр любит вся планета. Ответы на эти вопросы вы узнаете после просмотра очередного выпуска мирового хит-парада. Открывает десятку лидеров мирового хит-парада уже небезызвестная игра Front Mission 3. Как видно, эта пошаговая стратегия понравилась не только нашим калининградским геймерам. Да, что ни говори, а боевые роботы всегда будут моде. Чуть повыше, на девятом месте мы наблюдаем игру, от которой балдеют все юные геймеры. И не только они. Ведь этот маленький, но удаленький дракончик из игры Spirits Dragon 2 умеет не только летать и дышать огнём, но и завоёвывать сердца своих фанатов. Иначе как бы он взлетел на такие высоты? На восьмое место, слегка забыв притормозить, заехала вторая часть всеми любимой игры Gran Turismo. И мне кажется, что дальше не стоит спрашивать почему. Ведь ответ очень прост. Как ни крути, Gran Turismo 2 является лучшим симулятором автогонок за всю историю Sony PlayStation. Само собой, любят геймеры всё лучшее. Ох уж этот Соник. Залез десятку лидеров и никак не хочет покидать обжитые места. Видимо, геймерам не надоело рубиться дни напролёт в Соник Адвенчер. И по ходу дела ещё очень долго не надоест. К сожалению, Dreamcast получил небольшое распространение в нашем городе. И мало кто может по достоинству оценить эту игру. Но, как говорится, ещё не вечер. И может, этот сеговский талисман придёт и в наши дома. А на шестом месте мы видим ещё одну гонку. Crazy Taxi. Хотя гонкой это назвать сложно. Скорее всего, это безбашенная езда на разных видах транспорта. По оживлённым удочкам с одной единственной целью. Чтобы пассажир вспомнил, что же он ел на завтрак. Видимо, программисты этой игры живут по правилу. Тормоза придумали трусы. А на пятое место забралась неугомонная Клэр Редфилд. Отправившая на днях миллионного зомби в могилу. Resident Evil. Как много воспоминаний связано с этой игрой. А ведь когда только вышла первая часть этого ужастика, сразу было видно. Хит. И вот спустя много лет уже четвёртая часть Резидента тусуется на высших строчках хит-парада. Как и было предсказано. На четвёртом месте находится сравнительно новая РПГ от Squire в Агран Сторе. И это уже кое-что значит. Хотя сказать по правде, только поиграв в эту обалденную игру, вы поймёте всю её оригинальность и навороченность. Не даром эта игра заняла такую высокую позицию. И Squire в очередной раз подтвердила, что плохих игр не выпускает. И открывает тройку лидеров Final Fantasy VIII. Не думаю, что смогу сказать что-то новое про эту игру. И поэтому промолчу. И одно ясно наверняка. Пока восьмерт не наиграется Final Fantasy VIII, она не двинется с этого места. Хотя не за горами девятая часть. И может быть именно она потеснит свою предшественницу. Ну конечно, никто не сомневался, что Soul Calibur окажется в стройке самых популярных игр мира. Сказать по правде, недавно нам довелось сыграть в эту игру. И теперь можно утверждать, игра превзошла все наши ожидания. И если мы даже в Soul Age рубимся до сих пор, то в Soul Calibur будем играть до старости. И на первом месте, как вы уже видите, Зельда. Подумай только, лучшая игра в мире на сегодняшний день. Нет слов, одни охи и ахи. Только в магазине Roll Sport настоящие спортивные очки Юбек.